Выборы главы государства завершены. Одними из главных героев прошедшего голосования стали общественные наблюдатели. Благодаря им на избирательных участках была обеспечена легитимность и прозрачность выборов. За хорошую работу общественников поблагодарил губернатор Алексей Русских. Хочу поблагодарить вас за такую слаженную работу. Никто не усомнился в легитимности. Мы смогли сделать выборы прозрачными, открытыми. И практически не было в течение этого дня никаких жалоб. Это верно в том, что мы с вами отработали просто на отлично. На выборах работали 2335 общественных наблюдателей. 1717 человек были от Ульяновской области. 618 представляли общественную палату России. В течение трёх месяцев во всех муниципальных образованиях наблюдатели прошли специальное обучение и тестирование. За это время успели обучить 4000 человек. Мы прошли обучение, теоретический курс по основам избирательного и права, и процесса. Далее мы прошли пробное тестирование. Нас научили, как правильно готовить и выкладывать в социальных сетях посты. То есть всему этому нас обучили. И мы уже были готовы к этой такой важной, необходимой работе. Избирательная комиссия уже анонсировала рекордно высокий уровень явки. По области участие в президентском голосовании приняло 73,2% жителей. Это 682 тысячи человек. Одним из главных результатов выборов стало отсутствие жалоб. Действительно, чистые выборы в Ульяновской области, пожалуй, один из немногих, если не единственный регион, где за время проведения их голосований не поступило ни одной жалобы вообще. Мы не вошли в число те 20 регионов, где лили зелёную съёдку. Мы не вошли в те регионы, где были возбуждены в ходе голосования 153 административных 61 уголовное дело. И во многом это заслуг, конечно, самих общественных наблюдателей. По итогам голосования с большим отрывом лидирует действующий президент Владимир Путин, набрав больше 87% голосов. Официальные итоговые результаты президентских выборов будут объявлены в четверг на заседании Центральной избирательной комиссии.